Друзья, я вас приветствую на канале Осложенном Просто. Меня зовут Сергей. Сегодня продолжим делать сущность продукт. Закончим некоторые методы. Немножечко ускоримся. Я вам предлагаю не тратить время переключиться сразу вяжу в студии. По ходу будем решать, что нам сегодня нужно делать и, собственно говоря, как. Итак, друзья, у нас есть некоторые методы, которые нам нужно реализовать. Три из них реализованы. У нас остался getPaged, getById, getMost, getEther. Ну и еще вот эти два метода. Мы их сделаем чуть попозже. Сегодня займемся так называемым гитингом. Ну ладно, не буду. В общем, получение данных. Например, getPaged, getById, mostUid и getMostReady. Давайте посмотрим, как можно это быстро сделать. Я сегодня буду, наверное, много копировать и за это меня прошу просить, с одной стороны. А с другой стороны, это один из способов написания кода, который вы, наверное, прекрасно хорошо знаете. И не воспользоваться им в таких вот вариантах, как у нас на самом деле было бы глупо. Смотрите, у нас есть категория и все вот эти представления, ну или почти все уже есть. Ну давайте начнем getPaged. Смотрите, я сейчас запущу систему и мы увидим, что какая-то уже реализация, она на самом деле похожа. Смотрите, нам нужно getPaged, давайте возьмем, скопируем getPaged, вот он, Ctrl-C, Ctrl-V, я вот так вот прям не стесняясь буду это делать. Сегодня нам надо заканчивать эту серию и здесь проще простого Ctrl-H, product, заменить, 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 заменить и до самого низа, как говорится, заменить. Окей. Ну и смотрите, теперь мне нужно здесь сделать, продактимод, он не может быть, билл, давайте посмотрим, а импорт миссии, вот есть и теоретически у меня сейчас должен появиться такой же, а ну конечно, сейчас он конечно и появится, ага, надо перейти еще вот, а давайте прямо сделаем тоже по-хитрому. У нас есть категория endpoint, у нас здесь вот где-то вот getPaged, и я прям вот так скопирую, и вы не поверите, ой, прям вот сюда вот так вот getPaged, вот он вот getPaged, так вот прям заменю и здесь только напишу категории, то есть заменю категории, теоретически все должно сработать, один из плюсов того, когда вы делаете vertical slice, они вдруг от дружки не зависят, на мой взгляд это очень интересная концепция. Так, на ночь продукты, я нажимаю getPaged, try, допустим страничка 0, execute, ну вы не поверите, все заработало, и здесь видно, что у меня page size 5, да, page size 5, total 12, ну я думаю, что если я поменяю сейчас допустим на первую страничку, то, да, где-то вот сейчас посмотрим, вот тут наверху, да, вот продают 666, это уже на другой страничке, ну давайте ради примера, чтобы достовериться, да, продают 11, в общем вот уже все заработало, ну вот так вот быстро создали getPaged, давайте попробуем теперь с getById, ну смотрите, у нас есть getById, теоретически я тоже его скопирую, напишу CtrlV, ну здесь нужно конечно же переименовать, давайте я прямо здесь переименую, здесь будет продукт, вот, и здесь теоретически я могу проделать то же самое, так, вот, так, что, так, что, как разно бывает в жизни, иногда копи-паст очень сильно помогает, вот, и здесь будет продукт, добавить, ну и нажмем сохранить, и, ну, не поверите, я опять сделаю очень просто, здесь у нас вот есть getById, делаем вот он, ну прям, мне конечно стыдно это делать, но, что, что, всяко разное бывает в жизни, иногда копи-паста очень сильно помогает, вот, И здесь пишем, что у нас теперь приходит продукт, вот таким вот образом. Ну еще я его повыше подниму, чтобы он был вместе с теми, которые уже реализованы. Диана, отлично. Ну и давайте запустим в конце концов. Давайте для начала получим все. Я прошу прощения за мой голос, если вам интересно, конечно. Простыл. Вот, я копирую какой-то продукт, иду в GetByD. Я надеюсь, что он у меня сработает. Нажимаю Execute. Ну и, в общем-то, вот и GetById. Ну, я понимаю, что сущности на самом деле очень простые. Но, тем не менее, суть сводится к тому, что вот это вертикальное разделение, оно будет работать на вашу скорость решения задач. То есть, если может показаться с первого раза, что для решения какой-то задач первоначально нужно писать очень много кода, то это на самом деле, да, это правда. Но зато в дальнейшем вам писать кода практически не потребуется. Ctrl-C, Ctrl-V, как вы видели. Ну, что могу сказать. Эти две задачи я как бы решил. Давайте переключимся, где у нас тут вот задачка. Я поставлю GetById решенную. Ну, GetById решенную. Давайте, GetMostViewed. Ну, для начала, давайте, наверное, скопируем, наверное, GetById. А, нет, нам нужно GetPaint, нам нужна пачка, да. Это, наверное, GetAll. Ну, хотя тоже думал. Смотрите, GetMostReviewed. У нас количество заданных. Да, давайте сделаем категории. Где-то у нас тут GetAll. Вот так вот опять его скопирую. Ctrl-V. Здесь опять сделаю переименование. А потом немножко поправим, собственно говоря, тот самый нюанс, из-за которого нам пришлось копировать. Так, мы получаем проду GetAll. Ну, кстати, можно GetAll. Вот, наверное, GetAll уже есть. Да, GetAll есть. Я взял копирую. Но мы его все равно назовем GetMostViewed. То есть максимальный просмотр. Вот таким вот образом. Request. Ну, это у нас, конечно же, конструктор. Так, и теперь нужно эту еще штуку переименовать правильно. Во-первых, это Product. Ну, вот таким вот образом я это делаю. Вот. И нам нужно немножко обработать вот этот вот request, то есть дописать его. Что здесь подразумевается? Нам нужно получить список продуктов по количеству. То есть количество продуктов у нас будет, видимо, ограничено. Ну, в данном случае указано. Давайте по умолчанию будем встречать 10 штук. И здесь тоже должно 10 по умолчанию. А это я к тому, что нам нужно получить всего 10 товаров. То есть нам пейджик не нужен. Значит, нужно взять из базы те, отсортировать их по количеству и в общем то вернут. Select у нас здесь на самом деле простой. Мы будем выдавать тот же самый результат, наверное. А вот что касается предиката, то есть непосредственно самой фильтрации. Мы не сможем просто так написать здесь где review, count и нам нужно какую-то группировку сделать. И для этого мы воспользуемся собственным методом. Не будем использовать определенный getoff, хотя частично, наверное. Давайте для начала закроемся. Здесь у нас что? Нормально лишнее уберем. Наведем порядок. И вообще вот это вот нужно закомментировать. И нам нужно получить какие-то акты. Ну, вот как-то вот отсюда давайте начнем. Для начала нужно сделать... Ну, я вот так сделаю. Review, Metalwork, Get, Repository, Product. Опять же, тут нужно пойти с двух сторон на самом деле. Сначала получить продукты, заинкодить их в review. Сгруппировать по их количеству и выдать уже наружу результаты. А можно, наоборот, пойти в review, то есть получить репозиторий review. Получить все review, группировать по количеству и выдать. В общем, тут все дело производительности. Ну, в общем, на самом деле все решает My Dreaming Design. Агрегат. Что у вас самое главное? У нас главный продукт, и поэтому я от него пойду. Но, на самом деле, мне кажется, это будет правильно. Ну и первое, что мы получили в репозитории. Дальше. Итак, первое, что мне нужно сделать. Репозиторий. Get. Ну, давайте снова сделаем MySync. Здесь, конечно же, await. И сюда нужно подставить некоторое количество параметров. Ну, для начала. Первое, что я хочу сделать, это сделать include. То есть включить сюда, чтобы мы к продуктам загружались. И отзывы, которые я буду считать. Include. Вот таким вот образом сделаются. Reviews. Да, они у меня здесь будут обязательные. Вот так как-то дальше. Мне нужно Disable Tracking. Ну, по большому счету это AsTracking. Да. Как он называется? Антицифроворка. И мы просто говорим о том, что мы не будем изменять полученные данные, чтобы она его не загружала и не отслеживала изменения состояния. Ну, и еще вот эту штуку я вот сюда не зря не стал удалять, потому что эта штука тоже должна мне кое-что моему пользователю, который администратор, дать больше привилегий. Он видит те, которые еще скрыты и не показываются. Ладно. А это все равно как-то вот так. Ну, и далее мне нужно полученные штуки сгруппировать. Давайте назовем это все. Мы не будем здесь сделать ту лист, потому что мы не хотим, чтобы у нас эта база завернулась. Мы теперь напишем items, которые будут сгруппированы. И первым делом, что нужно сделать, это сделать группировку. Я буду группировать по составному кликшу. Почему все это подставляется? Так. И здесь у меня будет продукт. Что такое? Это будет сам продукт, который мы будем группировать. И пусть будет каунт, это будет x-use-count. Каунт. То есть мы знаем, что они у нас не равны. Ну и далее. Мне нужно это все отсортировать как раз по тому каунт. Это будет ключ каунт. Соответственно, дальше. Мне нужно взять только то количество, которое мне запрошено. Пусть будет 10. Теоретически это может быть параметр. Может быть чуть позже сделаем. Дальше. Я хочу взять только то, что называется продукт. То есть некоторый projection сделать. Я получал продукт. Мне количество теоретически не нужно. Но давайте не нужно кому-то быть. Так, давайте чуть повыше поднимем. Дальше. Мне нужно сделать как раз projection. И теперь уже во ViewModel. Я буду использовать провод. Вот он. И здесь мне нужен Default. И здесь нужно наверное Compile. И здесь дальше и турист. Я уже буду получать готовые объекты. И собственно говоря все. Смотрите. Я аккаунт использую только для софтеров. А нет. Она просто говорит, что поле такого нет. Давайте уберем. Вот. И теоретически я уже получил все, что хотел. Давайте я здесь тоже все почищу. Вот так это примерно выглядит. Итак. Мы получаем все объекты, в которых есть Review. То есть включая Review. Ну, теоретически можно... А, подождите. А, подождите. Where я не подставил, да? Ну, вот как сделал. И тогда можно здесь сделать не только Include, но и предикат, который будет говорить, что у меня Review не равен null. Ну, чтобы я все базу не вывернул наизнанку. Вот так вот пример должен быть. Еще раз смотрим. Мы включаем Review для продуктов. Чтобы не погружались как на Cloud. Мы фильтруем те, берем только у которых вообще есть Review. И мы говорим о том, что мы будем только смотреть записи. Не будем изменять. То есть отключаем Change Tracking. И для администратора подключаем фильтры, если вдруг они у нас настроены. А они у нас настроены. Ну и дальше из этих айтемов мы выбираем через группировку все продукты. Включаем по количеству. Дальше мы их сортируем. Дальше мы берем 10. Можно, кстати, вынести в параметр. Ну, давайте аналитики сделаем. Здесь у нас где-то так. У нас здесь неправильный Request. У нас вот этот Request должен быть. Мы его должны отдавать. Вот сюда он должен приходить. Этот Request. У нас план принципов есть. Ну, давайте еще добавим Int Total. Вот так сделаем. Этот Total мы можем вот сюда показать. Request Total. Ну, есть ли у нас. Давайте сделаем вот так. Он у нас может быть 0 или нет. Или не 0. Или пусть Total равен 10. Вот так. Ну, это нужно, естественно, в конец убрать. Вот. То есть мы говорим, что Total можно добавить. И если не добавили, то он равен 10. В общем, по умолчанию. Вот. Ну, и если... Тут нужно, конечно, сделать проверки. Что если Total меньше 10. Там больше 0. Тогда Exception. Ну, давайте. IfRequest. Total. Ну, меньше, допустим, 5. И там, не знаю. И еще какой-нибудь. О, давайте напишем. Request. Ну, вы понимаете, что там больше, допустим, 30. Ой. Ну, тогда Operation. Нет, стоп. У меня здесь есть вот Operation Result. Вот. Так. Мы должны вернуть вот это вот. List. Model. Вот таким вот образом. Операция. 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 И, соответственно, его вернуть. Ну, предварительно дополнить. Операция. Операция. Эд. Эд. Операция. Что-нибудь там. Операция. Операция. Какой-нибудь. Requested. Не знаю, что тут нужно поставить. Да, крышлены, most reputed cannot be calculated, ну и еще потому что я не силен в английском языке, но пусть это будет как-то так. Пусть это будет как-то так, пусть это остается на ней совесть, если хотите. И, собственно говоря, мы вернем информацию о том, что мы не можем, потому что неправильное количество запрошенных угол. Я думаю, что это, в принципе, понятно. Ну, можно еще сказать реку art from, как это будет, more than five and less than 30 написано. Ну, чтобы пользователю подсказать, какие числа возможно. Ну, пусть это будет так, тут вы сами как бы решаете, как его делать. Вот, match pattern, да, вот я хотел так написать, но ладно. Ну, и надо еще сказать, что я в базе подготовил некоторое количество данных. Давайте я покажу. Так, вот, у меня здесь продукты, я их тут нафигачил, вот эти вот. Они мне все включены. Здесь есть review и здесь указаны идентификаторы продуктов, которые, собственно, были указаны вот здесь. Вот, и вот их тут некоторое количество, некоторые включены, некоторые выключены. Ну, давайте их запустим, наверное. А, стоп, нам нужно эту штуку сначала где-то заиспользовать. Давайте тогда сделаем вот что. Где у нас вот product and points. А, у нас вообще этого метода нет. Ну, давайте сделаем, ну, вот так. Например, здесь будет какой-нибудь most reviewed, то есть максимально комментируемый. Здесь напишем most reviewed products, соответственно. Ну, и, простите, я опять скопируем. И вот это вот. Не, 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 не. Вот это ставлю в пальце. Да, пусть его смотрят все, мне не жалко. А здесь скажу get most reviewed. Ну, и пусть будет там, ну, 5 для начала. Давайте попробуем. И, что-то вот. Возвращаться мне должен здесь не create, а list. Ну, и реальный номер балл, конечно, наверное, лучше будет. Давайте посмотрим, что возвращаем. Ну, и здесь iteration result. А, ну, давайте тогда вот так вот. Я сделаю. Вот. И здесь у меня unitwork ops. Я в хендер поставлю. Ну, конечно же. Так, и тебе нужно поменять местами. Ну, вот так вот я сделаю. И теоретически я могу запускать. Мне больше делать ничего не нужно. Это get, это pronux. Где моя? Вот смотрите. У меня, как бы, появились продукты. И здесь я показываю не только... Ну, теоретически мне еще нужно было сделать новый бьем модул, с которым просто написать там... Ну, да, уговорили. Давайте сделаем правильно. Нам сюда не нужно вытаскивать пол базы для того, чтобы здесь отобразить какой-то... Буквально пять строчек. Смотрите. Я тогда эту projection набираю, но здесь нужно сделать select view. Ну, пусть он называется product most... Ну, пусть будет name. Ну, может быть, допустим, Катя. Катя. Категория. Какой-нибудь name. Соответственно, это будет также x. Key product. Категория у нас всегда загружается name. И, соответственно, там, total, допустим, review. Это у нас уже будет x. Key. Здесь будет count. Здесь нужно поставить так. Ну, вот такой вот какой-то remodel, продукт remodel. Давайте его создадим. И это будет простой класс. И его мы будем отдавать. Вернее, мы будем передавать список этих классов. Вот так, вот так, вот так. И, соответственно, вот так и вот так. Ну, вот. Ну, мне кажется, это выглядит все-таки правильно. Для начала у нас это не может быть null. Ну, это бессмысленно. Дальше вот такую штуку мы тоже сделаем. И она у нас тоже не может быть null. Все продукты лежат, собственно, в какой-то категории. И теперь это можно вынести в фолдер, который называется review models. Я теперь выбираю products models. Да, хочу. И здесь вот он появился. Ну, и, соответственно, давайте запустим еще раз проверим, что это теперь выводится по-другому. А нет, не выводится, потому что мы теперь сюда должны сказать, что мы получаем другой список. Вернее, список других объектов. Так, вроде бы запустилось. Product getmos. Ok. И тогда у нас получился другой список. Раз, два, три, четыре, пять. И так, четыре, три, три, два, один. Зачем это дело? Я хочу залогиниться и проверить, что администратор имеет другие данные. Данные execute. Ну, вот, не уверен, что я уверен. Два раза три. Ну, что-то бери. Не знаю, надеюсь, что администратор видит другие данные. Ну, давайте вот так вот я сделаю logout. Ну, вы помните, что нужно еще вот так сделать. И здесь вот в application. Вот, execute. Вот. Ну, не вижу разницы. Возможно, я где-то ошибся. Но, тем не менее. А, тут. Ладно, не будем изобретать велосипед. Три. А, подождите. Нет, у меня где четыре, теперь нету. Три, 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 один, один. А вот если залогиниться... Да, и выполнить еще раз. Обратите внимание. Три, 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 три. Один, один, один. Execute. И появился еще один товар. Ну, а, видимо, у него какой-то скрытый. И так как он или сам скрыт, или еще что-то. В общем, такая вот секретная секретность. В общем, все работает как нужно. И я думаю, что мы вот с этим mostreviewit закончили. Так, давайте все остановим и приступим к следующему. Следующее у нас что? Так, mostreviewit мы закончили. А, mostrated. Ну, очень похожий, кстати, запрос. Единственное, что теперь не просто посчитать это количество, а сложить рейтинги. Ну, как я сказал, запрос точно такой же. Поэтому теоретически можно вот так. У нас тут pro get by the request. Давайте переименуем. Продукт. Здесь напишем. Pro get by the request. Вот так. Можно вот этот вот. Ctrl-C, Ctrl-V. Я опять прошу больше не вас за то, что я его скопировал. И это теперь у нас будет mostrated. Вот такой вот request. Ctrl-C. Здесь сделаем. Вот так. Это будет у нас теперь. Упс. Конструктор. Вот так. Вот как-то вот так. И здесь теоретически. Так. У нас здесь что? Ну, давайте тоже, да. То же самое. Total. Ну, посмотрите. Здесь единственное, что нужно сделать. Это не Total Review. А, наверное, может быть, как-то по-другому назвать его. И сюда получить сумму. Ну, в данном случае я делаю count. А мне нужно сумму сделать. А вот чего? Ну, того, что… Review. Рейтинг. Так. Она говорит, что нужно будет рейтинг. Наверное, вот так сделать. И соответственно, что мы делаем. Мы… Тут, наверное, нужно рейтинг уже все-таки написать. И здесь у нас будет рейтинг. Ну, Most Review – это у нас уже сюда не подходит, да? Ну, давайте сделаем все-таки правильно. Я настаиваю, что много классов не бывает. В какой-то момент, рано или поздно, наступит время, когда вам придется его использовать еще где-то. И вы увидите, что… В общем, я вам настоятельно рекомендую, а вы делайте как хотите. Вот такой вот array. Вот этот я, по-моему, назвал. Да. И здесь у нас, соответственно, Total Rating, соответственно, рейтинг. Ну, по большому счету, на этом все. Единственное, что мне здесь нужно вернуть вот этот, вот этот, вот этот. И, соответственно, вот здесь где-то вот тоже. Ну, и, соответственно, мне теперь его нужно где-то вызвать. по большому счету я могу сделать вот так. И здесь могу написать Rated. И опять же скопируем. Давайте вот сюда. И здесь мне будет Rated Request. Вот так. И вернуть мы должны, соответственно, Rated. В общем, смотрите. На самом деле, вот этот вот vertical slice, да, так называемый architecture. То есть, когда у вас все для одного реквеста, легко копируется и можно переиспользовать. Это, на самом деле, дает очень большие плюсы. Вот в том смысле, что масштабируемость, как увеличиваться с количеством классов, это, как бы, не может быть, как-то отрицать. Потому что, мы знаем, что чем больше точек кода, тем больше масштабируемость. Итак, у нас появилось Most Rated. Я, честно говоря, не очень помню, какие там рейтинги ставил и наставил их вообще. Но, как видите, ставил и они даже считаются. Ну, в общем-то, все получается на сегодня. Ха! Я думаю, что вы тоже получили удовольствие. В общем, смотрите. На самом деле потратили небольшой приз по времени. Мы один раз написали достаточно серьезный реквест, когда делали в категориях. Здесь добавили немножко продуктов. Ну, а дальше пойдет все намного легче. Я думаю, что в скором времени мы закончим. А еще хотелось бы напомнить, что все самое свежее теперь будет появляться на Boosty.tu, собственно говоря, колобонга. Приходите. Там будут опросы, видео, комментарии, статьи и все такое. В общем, приходите, подключайтесь. Будем общаться. Так, ну, на этом я с вами, наверное, попрощаюсь. Вам всего доброго и пишите правильный код. ," Добро пожаловать в эту надевку! Я побезопасу fully! Продолжение следует...